ну что друзья всем привет сейчас я вам покажу полностью обзор аквапарк галяне все будет одним камером где-то может быть с обрывками в общем пошли это мужская раздевалка вот мужчин тут больше нету я выхожу в первый этаж смотрите получается у нас тут вот 7 этажей начинаем с первого вот самая красивая конечно же все на первом этаже надо ножки охладить чтобы пройти вода холодная дальше попадаем в основную зону тоже нас тут есть тут ликушатничек по центру вот так все красивенько миленько все брызгает ходят русские туристы какая-то маленькая у нас горочка тут у нас опять зона для детей горочки маленькие вот такие вот коротенькие детская зона дальше идем в эту сторону вы можете уже заметить какие-то красивые штуки я вам дать сейчас их покажу покажу вам и вы их с ракурса снизу с другого ракурса в общем как получится так и покажу здесь качество съемки хорошее везде продается везде все продается на входе естественно вам дадут браслетик которому все открывается закрывается замочки вот так же хочу сказать что у вас будет карточка на которой лежат ваши деньги и вы оплачиваете ею и на выходе если она не останется вам эту сдачу отдадут очень удобно для туристов ничего особенно не нужно заводить специально далее тапочки тут двух видов зеленые для мальчиков маленькие желтые в общем вы берете в начале но потом уже везде берете без разницы какие потом у нас тут тоже детская зона welcome вот тоже дети в основном в Азию как вы видите в принципе тут много детей вон даже персонажи у нас из мультика Немо вот по рыбкам что еще показать тут вы можете свои вещи оставить это качество немножко подводит наверное то что погода видите какая и свет вкладывает плохо тут можно и щички оставить если пойдете на горке вот тут можно взять для них вот такие вот надувные ну не круг а в принципе двойные такие матрасы на которых вы будете спускаться с горок на горке чтоб подняться в основном всегда вот такие вот идут местницы раз два три четыре вот идем дальше самое интересное это пляж в общем настоящий песок и настоящие волны даже есть дождь волны много-много китайцев которые боятся русских потому что русские творят дикие вещи я там был уже делал пару сальтох с братом и они все разбежались и дали мне пространство чтобы я дальше делал до сальто и сразу стал повторять что еще хочу сказать подходя к пляжу видите тут вода чтобы сразу смысл песок на выходе ну вот в принципе пляж вот если смотрите я снимаю то есть далее вот самое интересное это вот здесь и находится пляж конечно китайцев очень много и вот там волна волна она поливается вот таким вот дождем искусственным я туда особо не буду у них сейчас такой цели нету и моя камера не водонепроницаемая попробую показать масштаб вот вот в общем там очень классно плео можно померять под китайцами можно сварить классную волну в общем все круто тут круто да пойдем китайцы я думаю вас интересует что тут есть еще например вон вон та штука наверху там короче можно взять билет можно взять труп и просто отпуститься в никуда просто дрейповать как вот знаете ничего не делать там вайболах китайцы просто плывут и кайфуют если я там плыву активно то они там ничего не делают отбросили все свои проблемы работу и так далее и просто плывут и это как бы дорога она закольцована вот раз два три четыре вот так она идет 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 потом внутри и снова на исходную на самом деле мое впечатление очень хороший конечно не самый лучший аквапарк но это все сравнивают с российскими а если брать в расчет как аквапарк ну типа россия и китай то очень даже неплохо я думаю есть даже намного лучше аквапарки вот сейчас наверное мы пойдем с вами на следующий этаж с этажами тут странно говорится что 7 этажей но на самом деле это не ощущается потому что например вон уже ну по тому же просто есть некоторые внешние зоны где да это седьмой этаж но не так как это мы все представляем вот сейчас мы будем перемещаться повыше и повыше а также во внутренние зоны где люди едят где люди релаксуют вани сауны в общем сейчас я вам все покажу наши русские братья поехали да влогеры везде ютуберы шмуберы одни китайцы молчат ничего не понимают это хорошо в кассике вот вот эта вот вайбовая дорожка на которой они все плывут вот мы поближе уже вид изменился сидит охрана вот тут он охраняет чтобы никто не заснул пока кайфует на этой дорожке вот этот вот чел там вообще просто поймал нирвану видите как можно прибиться к стенке просто и кайфовать ничего не парит о проснулся и вот так вот вот так вот все плывут отдыхают летом работы нету где китай конечно всегда работает чтобы туда отправиться нужно надеть такой жилет на самом деле это не самое главное потому что можно и без жилета шапочка тоже по желанию хотя они говорят что они обязательные о смотрите ну я к вам вернусь вы не переживайте я пошел дальше давай встретил знакомого зовут его папа мы просто назначили точку как бы сказать встречи после моего обзора именно тут поэтому наверно меня ждет тут тоже такая релакс зона тут можно посидеть поболтать вот кстати вот смотрите я нашел можете вот тут сделать скриншот возможно это вам поможет ориентироваться ну не факт все на китайском тропики 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 так тут джакузи можно с видом на эти горки вот тут джакузи расслабляющие фото в телефоне залипает фото просто он сдулась уже вот еще один вид красивенький такой вот 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 так вот красивенько вот мы подходим к этим горкам одна из ключевых частей этого всего это вот эти вот прекрасные горки не американские китайские конечно же китайские не все они работают мы покатились всего лишь на одной на вот этой вот оранжевой потому что вот эти вот куполы всех там короче вас разворачивает влево вправо вы линейте либо задом либо передом в общем ну осеньки такая большая как мировых discovery land но все же катиться я конечно не буду я вам лишь мимо проходя покажу вот эти вот матрасы которые вам нужны чтобы спуститься вот это вот оранжевая лучше всего ну можно также и на вот этой вот она называется зебра такая черно-белая вот ну тут как бы горочки не знаю что особо показывать пойдемте по кругу дойдем там много еще интересных мест некоторые места даже я еще не посетил потому что мы не успеваем и прыск не это не нужно мы вот спустились пошли на горки ну вот смотрите тоже прикольно прикольно может пройтись даже вот просто не хочу камеру уронить вот такой стиль из типа сакуры не знаю что это у нас вообще тут и дети и взрослые вон немножко обрыв водичка обрывается вон самое интересное кстати город сейчас мы к ней подойдем пойдемте детская зона я тут не был но она есть это радует тут наверное нужно быть сухим да что у нас давайте посмотрим да ну развлекушки для детей кто устали купаться можно и сюда сюда зайти порезвиться попрыгать на батуте вот такого вот это вот это тема смотрите короче сейчас покажу короче вот это вот аэротруба ты вот так садишься вот так вот и туда пролетаешь вот так вот так и вылетаешь в общем 3 секунды на все и все решают и китайцы вообще там не хотят кататься они боятся они хотят прожить долго и счастливо до 90 лет как Чики Чан своей женой и другие другие они могут вот сюда на самом деле прокатиться и вон там вот вылететь вот это как бы простой вариант вот такие коврики нужно взять и вон там вот вылетаешь там тоже очередь чтобы пройти сюда очередь чтобы пройти сюда моя сестра например на большую не смогла пройти потому что там ограничения по весу нужно быть от 50 до 80 я 79 не повезло а сестра не смогла она 45 вот а папа там 81 но ладно его пустили не повезло тут так понимаю какие-то проходят пенные тусы вечеринки вот большой загон и пена да там вот труба которая подает эту пену тоже ревак зоны какие-то что-то купить тут можно еще какой-то бассейн и каким-то образом я сделал круг и вернулся туда где был опять в этот ревакс загон у него есть два входа мы были вон там я сделал круг и тут тоже можно присоединиться по центру так ну нам пора выходить потому что ну нужно перекур и нужно уходить во внутренние зоны в принципе по внешней стороне мы уже все прошли нужно уходить туда где уже фастфуд где уже прям последние инстанции терраса вот потому что я уже наработался вот эти 15 минут рассказываю пора уже и отдыхать поэтому ускоряется я не особо прямо ориентируюсь так чтобы легко находить вход и выход но пока вот мы идем с вами у меня это прекрасно получается вот так что можно найти лифт и уже не на третий а на пятый этаж сразу рвать а там с пятого по седьмой уже бешим форматом уже все происходит если вы человек спортивный вы можете не ждать всего этого лифта вы можете как я просто раз два три как спортсмен как русский человек просто взять и опередить это все кстати я забыл что у нас есть еще четвертый этаж давайте зайдем на перекус тут мы ели кажется сейчас пик прошел тут я покупал себе сок апельсиновый только люди едят цены не кусаются потому что порции большие вот мальчик меня уже смотрит во всю вот сейчас покажу где мы брали еду сколько она стоила например сестра брала вот за 39 это блюдо а я брал мы брали вот это вот за 33 и за 29 да было довольно вкусно тут тоже люди могут присесть и поесть на уличной террасе там там где-то нет это еще не там ну в принципе вот повыше тут тоже можно перекусить пятый этаж пятый этаж а сауна ну вы понимаете что сейчас будет вот они приехали а я уже тут так тут большинство людей у нас в хаватиках и можно взять на входе вот там и вон там девочки мальчики вот тут много тоже чего интересного вот есть зона релакса тут просто вон лежат падают так кайфует вот так кайфуют прямо по три по-русски сделали массаж спа вот какие-то телеки и вам покажу сейчас где люди отдыхают вот тут тут вот тут вот еще капсульный отель капсульный отель есть вот еще раз я его сниму а раз два вот тут тоже можно взять капсулу и и поотдыхать вот на этом этаже у нас работает с кондишен если слишком жарко можно тут кондиционерчик в общем отдохнуть вот кстати сауны бани с этим у них проблемы так что если вы русский человек и вам хочется вы думаете что тут реально вы что-то можете нормально найти извините но вы тут не найдете этого так что можете не ехать если вам чисто нужна сауна баня вы хотите там где нее ну реально поехать в аквапарк потому что одной из целей наши как раз таки именно это вот то есть например тут нарисовано 43 процент 43 градуса там не 43 сразу минус 20 делаете 23 там 23 вы заходили и туда например вы заходили сюда 44 ничего интересного самое что интересное будет вот для мальчика как я то есть для тех русских самых это вот зайти вот в эту вот комнату вот и тут и тут вот снег видите вот тут снег вот можно вот так вот обтереться вот и идти дальше ну потереться можно полностью всего себя так сказать остудиться ну в принципе все больше тут делать нечего поэтому сейчас мы пойдем на шестой этаж шестой этаж подъем по лестнице ну тут красиво вот тут складывается у нас бабочка и вот такие вот цветочки мы поднимаемся наверх в шестой этаж вот тут на дереве вот этом вот просто просто можно бахнуться и просто вот лежать спать то самое интересное например вот тут справа вот смотрите вот раз два три вот прикольная прикольная штука и вот тут мы были лежали тут были русские о смотри тут мои это ребята кайфуют лежат чё чё вы тут делаете эй чё вы тут знаете сколько мне времени потребовалось чтоб садойти двадцать шесть минут это я без остановки снимаю с первого этажа почти ещё чуть-чуть я закончу ну отдыхай так мы перемещаемся на улицу сейчас уже реально конец почти вот эти там кайфуют вот вот перед выходом на улицу вот это просто вот дощечка и всё хожу вот керамо-керамо-керамо-керамо-керамо-керамо-керамо-керамо-керамо тут больше дети кто-то загорает под пасмурным небом там где-то просачивается солнышко ну вот кого-то кто-то гамак занял прикольно ну и сейчас будет финалочка то к чему мы шли с вами я шёл 27 минут седьмой этаж чтобы вы понимали мне сейчас после этого всего нужно вернуться на первый этаж откуда началось это видео чтобы положить эту камеру в шкафчик и пойти дальше где-то кайфовать но я тоже знаю где мои родственники они оба попали в кадр вот тут кажется более тесно стало и жарко вот тут все кто добрался до седьмого этажа ну что ж нам нужно на этом завершать да что я могу сказать под конец спасибо если ты досмотрел до конца мне ну много приятно что я это сделал подписывайся на мой канал ты девочка мальчик не важно бабушка дедушка не важно пишите свои комментарии на что-то я отвечу по цене что это актуально будет на например сегодня 1 августа то когда я снимаю это видео вот пишите комментарии я отвечу подписывайтесь на канал потому что это лишь часть моей жизни то есть где я путешествую куда я добираюсь пока еще не с детьми вот но минимум с родственниками с родственниками да подписывайтесь на канал у меня семейный влог во всех соцсетях мы есть снимаем юморной контент путешествуем в общем всем кому открытнулось это видео кому понравилась моя подача всех буду рад видеть на канале с вами был я Паша Папаянчик всем пока